Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Собственно, как вы сами, я надеюсь, понимаете, тот факт, что вы боитесь остаться на улице, несмотря на то, что это вполне естественно и чувство, правда, о его природе еще предстоит поговорить. Несмотря на это, несмотря на то, что это чувство нормальное, несмотря на то, что это чувство адекватное, вот, тем не менее, но именно оно, к моему большому сожалению, является причиной, почему вы не можете устраиваться на работу. Работодатели видят вашу, скажем так, неуверенность в себе. Работодатели видят, скажем так, вашу сверхмотивацию. Работодатели ее видят и она, работодателям в смысле, им не очень-то нравится, потому что они чувствуют, что вы находитесь с ним в очень позитивном эмоциональном состоянии. Вы, конечно, можете сказать, что откуда же мне быть в позитивном эмоциональном состоянии, если я, там, условно говоря, боюсь оказаться на улице. Ну вот, с работодателем в данном случае все равно. на ваши жизненные трудности. Поэтому так важно, чтобы вы, я бы сказал так, обратили свой страх оказаться на улице, что, ну, может быть, во что-то такое более позитивное, во что-то такое, может быть, более конструктивное для вас, возможно. Вот, иначе в противном случае ситуация может быть достаточно плачевное и печально, в плане того, что вы так работу, может быть, и не найдете. Вот, чего, как вы, понимаете, для вас совсем бы не хотелось. То есть хотелось бы, чтобы вы, конечно, свои проблемы вы решили бы. Но для этого нужно поработать, как мне кажется вам. А с вашим страхом, как мне кажется, с вашими переживаниями нужно для этого поработать. То есть если это сделать, вот, если не работать с вашими страхами, да, вот, то вы так и будете бояться, бояться. Вот, и бояться вы будете довольно сильно. А в итоге это вас приведет просто лишь вот к тому, что вы окажетесь, по сути, там, где вы боитесь. Ага, да, именно на улице. Вот. А вот, пока здесь, в принципе, может быть. Ну что, значит, пока вы боитесь, ну, соответственно, ни о чем, ни о другом думать, да, кроме как о том, что вы можете оказаться на улице, вы не можете. Это нормально. Это вполне эффект. Потому что, ну, это то, что вас внимает. Поэтому, в первую очередь нужно именно уменьшить ваш страх. В первую очередь. В первую очередь нужно, чтобы вы перестали бояться. По крайней мере, не перестали, может быть. Но чтобы увидеть для себя в своем страхе, да, что-то такое вот конструктивное, что-то такое вот позитивное, что-то такое вот интересное для себя. Возможно, вы смогли бы эту энергию обратить себе на путь. Только в этом случае вы сможете чего-то добиться. в позитивную для себя в позитивную для себя сторону. Вот. Потому что пока, ну, я полагаю, очевидно, очевидно, да, что пока на данный момент вы себя, ну, себе только вредит спасать. Вот. Ага. То, что вы потеряны, потеряны, наоборот, ощущения, что вы потеряны, оно, конечно, очень ярко ощущается, и то, что вы хотите опереться на нас, это вот тоже достаточно ярко чувствуется, вот, что у вас, по сути, отсутствует вопрос. Вот. То есть, по сути, вы просто говорите, не знаю, я не знаю, что делать, да, там, мистика и так далее. То есть, объясню никакого нет. Ну, на самом деле, конечно, объясню есть, но вопрос заключается в том, насколько вы готовы его принять и в целом, насколько вы готовы отказаться от восприятия того, что вы видите, как мистика, вот. Ну, или хотя бы допустить, хотя бы допустить, что есть еще, ну, еще некоторые факторы, которые могут влиять на ваше, на ваше, такое вот, ну, расстояние на ваше, такое вот положение и другому. Вот. Это тоже момент вперед. Поэтому на этом все, пожалуй. С точки зрения психологии вам нужно сейчас выговориться, вам нужно сейчас вырыть свои ощущения, свои эмоции, вот. А, и вам будет гораздо проще и гораздо легче понимать и видеть, как абсолютно. Вот. Ну, а мы вам готовы помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...